здравствуйте друзья подписчики и просто недушные люди приветствуюсь на канале forest lamp очередное видео покажу как делал зеркало для бэтмена ну это такое ироническое название потому что она будет в тематике летучих мышей подобное зеркало у меня уже на канале есть называется зеркало для хозяйки медной горы она в разы меньше и там идет орнамент декорация как бы назвать с ящерицами то есть при желании можно посмотреть они вы подобные отличие между ними что естественно вот эту декоративная часть будет разным размер здесь гораздо больше этого зеркала это было сделано из лиственницы здесь будет сделано и составим это пожелание заказчик зеркало появится ли по московской области надо будет обязательно в конце видеть как его упаковывал плюс еще транспортной компании заказал упаковка дополнительно жестко то есть два слоя то чтобы его по дороге не кукнули обидно будет так здоровенное зеркало двухметровое что зеркало вышло в чистую виде 2 метра на 103 сантиметра то есть метр на два такой достаточно большое но еще то что на и сосны новую сальев легкой разы легче поспособность лиственница не соизмеримы сами доски сделать здесь может любой человек я думаю сейчас сложного нету не надо там решить какие-то станки какие-то там вещи что не хватает фантазии на кусок стекла две доски с паза с пазом в конце концов на купите вагонку он широкую потом уже и паз готовый по зеркалу все эти рамку собираете ну то есть в принципе здесь ничего сложного для желающим чтобы все подобное сделать вообще не проблема я уже не говорю про рисунок там вырезать достаточно просто распечатать на принтере любую картинку приложите к доске а вы рисуете ну через копирую в конце концов выречите лобзиком там дальше уже будет или на у кого на какой фантазии хватит самих даже самих летучих мышей я буду вырезать тремя способами то есть я покажу как это можно сделать обычно стамеской как это можно сделать болгаркой как это можно сделать бормашинкой то есть все три способа абсолютно для любого человека чтобы опять же грудь не говорилось мастерская и вот но еще раз вы повторяете здесь люди думают что если мастерская там с каким-то хорошим станком и начались нужно делать только не на из красного дерева все сделать это безделушку и опять же услышать что инструмента настолько-то много денег и сделали какую-то хренатень я не думаю что это какой-то там показатель то есть человек мы ты я могу делать все что хочу просто хороший инструмент а я думаю тоже чем-то по ним занимался это ускорение процесс изготовления и как правило качество повышения многие вещи можно сделать обычным шуруповертом лобзиком не знаю болгаркой какой там стамеской это в принципе не является супер дорогим инструментом особенно если не покупать какие-то брендовые вещи когда люди многие пользуются обычно контакты как китайским инструментом и это подобные вещи заготавливают просто когда инструмент хорошего это получается гораздо качественнее легче это вот мое мнение потому что прошло даже по дне болгарка у меня были интерсколы и всякие разные начиналось с этого в итоге сено приходишь более-менее приличным хотя сам это дал дорогих инструментов у меня нет ручных особенно хотя совком конечно бы хотелось бы ну папа америкается поступления проблем уже решаешь придемся к зеркалу для жесткости приклеил восьмерку фанеру собрать из стороны помимо то что она приклеена нам будет приключена саморезы это вот та часть чтобы не дало сосне в самом широк местах дальних что он не раздвигалась в зеркало в конце концов не выпало ну и опять же жесткость потому что два метра любая доска на причем с составленным стеклом если будете поднимать за один угол у вас будет перекашивать еще не порвало не менее не треснула сама зеркала но для жесткости из предварительно когда заказывал зеркало заказывал сзади наклеили пленку то есть она во слое наклеена пленка на тыльной стороне зеркала что если даже вдруг его разобьют она не обсыпется никого не порежет ну и опять же элемент на телефоне клеит пленочку не царапалась одесса все-таки какая-то пленка для жесткости уже меньше будет ну со стеклом меньше шансов там лопнет ну по крайней мере мне так в этом заверили при баршировке сначала использовал металлическую щетку сборновские щетки но она металлическая но с косичка из такой но она по сосне просто как пилана и моментально броширует сильно глубоко мне задача такой не стояла глубокой блажь баршировки не нужно было соответственно то есть я сделал брашировку не сильно глубокую и соответственно пришлось переходить на щетки более сидящим режиме начал 60 в итоге сено закончил 80 то есть мне глубокая брашировка здесь не нужно было достаточно было что фактура дерева раступила и при покрытии маслом вот эта форма заиграли понравился эффект вот именно получился эффект того что покрывала маслом рассказать именно эффект того что я и стал покрывать на самой зеркало не кисточкой маслом как это классический вариант а попробовал с поливизатора немножко и в итоге мне это понравилось после этого еще от пару изделий покрыл таким же способом прозрачно следующем видео мне будет панно вырезано человек лицо в раме и она тоже будет покрытым осборновским маслом для полов если не ошибаюсь масло для пола она дает блеск такой матовый и быстро застывает очень быстро кристаллизуется суть вариантов очень много поливизатор не забивается я первый раз вообще промыл просто водой а второй раз ужевать спирит и купил на всякий случай чуть-чуть наливаешь поливизатор на улицу вниз прочистить продул ему этой же и все вот эффекты когда с поливизатора покрываешь маслом получается как будто у тебя деревесина обожженная потому что приду предварительно уже эти фотографии этого зеркала вкладывал в контакте и иллюзия у людей создалась что здесь был обжиг а потом покрыта морилкой так как здесь морил как таковое обычной водной нету здесь масло цвет масла тик и при напылении получать такие переходы ты можешь маслом сделать акцент допустим по углам побольше и с переходом в внутрь картине то есть вот как с аэрографии можно поиграть с расплеем ты здесь тоже абсолютно такой же эффект можно сделать я думаю что кому-то пригодится для меня по крайней мере это вот открытие я никогда не пользовался так сильно поливизатором даже в покраске сильно тут началось недавно поливизатор самый простейший который шел с компрессором компрессор у меня прораб или бума какой-то в общем китайский вот то что с ним были в комплекте самая дешевская все это пошло и абсолютно работает замечательно мне тут таких покрытий не нужно покрывать какой-то супер краска что там ничего не было купил бумажные конусы через них прогоняю потому что в не трех банках уже попались у меня попадаются доски когда кисточкой покрываешь щепки забиваются щетку щетка опять макаешь она падает и это в масле соответственно появляется то есть рекомендую если масло банка уже давно было открыто то через что-нибудь процедить я сначала вообще процессе процеживал могу сказать через шлифовальные шлифовальные саму шлифовалку которого сетчатая идет на 80 там 120 наждачка которая в виде сеточки сделана металлизирована прям сквозь нее спокойно проливаешь потом компрессором продул дальше можешь шлифовать она тебе и фильтр сразу же и шлифовалка не свойства она при этом не теряет уже проверенная и краску так проливал когда в дел кружки цветные не проблема пролил про процедил и компрессором продул и она тут же наждачка и все но тот сам процесс вы же вырезания самих летучих мышей здесь можно грусть стамеской и бормашинка отрядом лежит потом еще и болгаркой барга на болгарками там диск арбит вольфрамовый зубастенький такой ёршики небольшие все и потом уже шлифуешь наждачка начинал с 80 и там до 120 180 среднем доходишь она одета у меня на резиновые такие набалдашники другому пригодится на сами они применяются при обработке камня то есть там где не вам инструмент для камня обработки у них это продаются у нас в пределах не соврать в этом 250 рублей 200 даже рублей стоит такая на сама с уже с липучкой готовы они диаметром где-то на десятка небольшие то есть приходится наждачку к ним приклеивать и потом ножницами подрезать под размер то есть вариантов очень много бормашинка вы это делаете что чем угодно то есть у кого какие есть возможности тот может вас исходя из того что у него есть это то же самое сделать искру здесь высоких художественность художественные вещи я считаю по крайней мере нет такой сложности чтобы это можно было не сделать это нарисовать или не вырезать эту вещь люди сейчас уже руки потихоньку набиваются может быть кто никогда ничего не делал не стоит сразу начинать что-то серьезного но это все это возможно сосна вот обычно сосна обрабатывается легко главное что она была сушеная не старайтесь брать какой-то подешевле лучше возьмите в этого все с просушки это уже не порвет не поведет никуда и при обработке вы когда обрабатываете у вас практически по минимуму забивается сами от эти вот наждачный весь материал практически вообще по минимуму хоть немножко сыра в дереве есть все смолистость влазит вы начинаете наждачку угробить оборот опять же не забывать чем больше оборотов тем быстрее угробить и наждачку для тех кто не знает ну такой вот получается у меня незамасловато в принципе вещь ничего сложного игру еще раз повторяюсь не не вижу в этой работе со мной я думаю кто при желании не захочет он это сможет повторить как бы потому и показывали все это абсолютно реально из любого зеркала на любую тематику можно его обыграть то есть делать раму деревянную а там уже какая тема будет такие вещи вы повырезаете я думаю что как бы при желании это все можно бы повторить но такое получилось из бакла этого видео думаю ничего такого как бы никому америке не открыл сверх естественного подписывайтесь друзья будет много очень интересного видео как лица вам это ничего не стоит а мне это приятно до новых встреч и счастливо и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok